Здравствуйте, уважаемые подписчики! В этом ролике также постараюсь ответить на ваши вопросы. Огромное количество вопросов на канале о том, чтобы... Расскажи, когда и почему применяются венотоники, венопротекторы. Очень актуальная тема. В этом ролике вот кратко, довольно-таки доступно постараемся разобраться, в чем специфика, в чем их преимущество, когда конкретно они назначаются, и я дам несколько полезных советов. Актуально тем, что огромное количество жалоб, огромное количество обращений, связанных с проблемами вот этого венозного нарушения нижних конечностей. Почему? Во-первых, это вот наша такая уже современная жизнь. гиподинамия, когда мы мало двигаемся, не занимаемся спортом, ожирение также влияет, куча разных сопутствующих заболеваний. Все это приводит к расширению вен, к формированию тромбов, к отекам нижних конечностей, к, получается, вот этому дискомфорту, к боли, к судорогам нижних конечностей. Все это отражается на нашей вот этой повседневной жизни и влияет на качество жизни. Причем отражается и влияет не только на нас, но и влияет, конечно же, еще и на тех окружающих, с кем живем. В чем специфика этой группы? Есть ряд преимуществ, на которые влияет именно эта группа. Что она предупреждает и в чем преимущество? В том, что, получается, снижает расширение вот этих, получается, вен, уменьшает венозный застой, улучшая, получается, вот эту циркуляцию в крупных сосудах. Важно понимать не только в крупных сосудах, но еще и влияет на микроциркуляцию. Уменьшает проницаемость капилляров, и это тоже очень важно. А также, что очень важно, повышает резистентность, то есть защищает сосуд и улучшает свойства этого сосуда, влияя на вот ту же эластичность, прочность и все эти функции, которые очень важны. Ряд проблем, ряд изменений, и вот показан этот препарат в тех случаях, когда это хронические венозные заболевания, для того, чтобы улучшить состояние и, конечно, облегчить вот эту всю симптоматику. Терапия таких вот венозно-лимфатических недостаточностей. А здесь сразу идет такое деление, в зависимости, конечно же, от тех проявлений, от той симптоматики, которая вас беспокоит. Симптоматическая такая вот терапия венозно-лимфатической недостаточности в тех случаях назначается, когда вас беспокоит. Боль, когда беспокоит, судороги в нижних конечностях, ощущение вот такого сдавления, расширения, вот дискомфорта в ногах и, конечно же, усталость в ногах. Очень часто с такой вот симптоматикой обращаются пациенты и говорят, что ну просто невозможно стало, невыносимо. Конечно же, уже конкретные проявления вот этой венозно-лимфатической недостаточности, они возникают позже, когда запускается состояние, когда игнорируется в целом физическая нагрузка, режим, профилактика вот этой гиподинамии, конечно же, появляется ожирение. Вот тогда уже появляются конкретные изменения. Это отеки, очень часто, вот именно на этой стадии, если до сих пор все было терпимой, и очень часто вот когда уже прям сильно фактически не заболит или появятся сильные изменения, только тогда бегут к врачу. Вот с отеками очень часто обращаются и жалуются, что отекают ноги. Здесь все не так просто, потому что это не только венозная система, там нужно многие еще патологии исключать, исключать и почки, и сердце, и еще другие изменения, но очень часто это вот такие вот изменения, трофические изменения, когда уже появляются, ну, не дай бог, какие-то ранки, какие-то вот такие вот изменения уже кожи, подкожно-жировой клетчатки, вот, ну, и венозно-такие трофические язвы, когда уже полноценные, получается, есть повреждения. Также, наверное, раскрою огромный секрет, потому что у нас формируются такие определенные стереотипы, конкретно каждого препарата и каждой группы, и если это венотоники, то только, значит, вены нижних конечностей, но эти препараты используются для лечения геморроя, весьма эффективно, даже используются в той же комплексной терапии, и как монотерапии используются, поэтому об этом тоже нужно знать. Также нужно понимать, что они хорошо улучшают вот эту микроциркуляцию, особенно когда она вот такая вот дистальная, эти нарушения, они дистальные, такие периферические, поэтому это тоже нужно понимать и грамотно использовать, почему нет. Побочные действия, ну, довольно-таки редко встречал, но они бывают, и вы должны об этом понимать. Это диарея, это рот, какие-то тошноные проявления, это головокружение, головная боль, поэтому если у вас такие проявления есть, обязательно сообщите об этом своему лечащему врачу. Не занимайтесь самолечением, это очень важно, я не устану повторять, как и повторяю в каждом из своих роликов, не занимайтесь самолечением. Ну и, конечно же, противопоказания, как и у любого лекарственного препарата, это беременность, это кормление грудью, это, конечно же, дети, и это вот эта вот гиперчувствительность. Не занимайтесь самолечением, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим роликом в социальных сетях. Всем спасибо, встретимся в следующем ролике. Всем пока.